МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...после поступления сообщения. Спустя 40 минут открытое горение было полностью ликвидировано. В помещении, где случился пожар, не было электричества и отопления. Обстоятельства смерти человека выясняются. За период с 1 по 7 апреля 2024 года на территории Тверской области ликвидировано 33 пожара, в которых, к сожалению, погибло 2 человека. Также за отчётный период пожарно-спасатели подразделения привлекались для ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Зарегистрировано 2 происшествия на воде, в которых, к сожалению, пострадало 2 человека. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 8-48-22-39-99-99. За прошедшие сутки зафиксировано 10 случаев завладения компьютерной информацией жителей региона. Во всех случаях людям звонил неизвестный, якобы сотрудник одного из сотовых операторов. Сообщал, что необходимо продлить договор оказания услуг связи. Для чего необходимо назвать код, который указан в СМС-сообщении. После выполнения требования мнимого оператора доступ к личному кабинету на портале госуслуг у людей был заблокирован. По всем фактам возбуждено уголовное дело. У МВД России по Тверской области предупреждает. Если вам позвонили якобы сотрудники одного из операторов сотовой связи, лучше закончить разговор. После чего перезвонить по официальному номеру компании и уточнить все интересующие вас вопросы. Взлом аккаунта дает злоумышленникам доступ к большому объему персональной информации. Паспортные данные, СНИЛС, ННН, сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно-цифровая подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Не доверяйте никому свои данные и не поддавайтесь на провокации. В случае, если противоправное деяние все же произошло, незамедлительно сообщите об этом в полицию. В прокуратуре Тверской области с 8 по 12 апреля организована горячая линия по вопросу обеспечения жителей региона льготными лекарственными препаратами. Прием звонков осуществляется с 9 часов до 13 часов и с 13 часов 45 минут до 17 часов. Поступивший на телефон горячей линии информация будет проверена при наличии оснований принятой меры прокурорского реагирования. Кроме того, направить обращение возможно через единый портал прокуратуры РФ, а также единый портал государственных и муниципальных услуг.